Здравствуйте! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, я психолог-консультант, когнитивно-аналитический психотерапевт. Если вы нашли этот сайт, то наверняка вам интересна тема вегетососудистой дистонии, панических атак, различных фобий, в том числе агорофобии. Это когда человек не может передвигаться самостоятельно. Он может ходить по своему городу только в сопровождении родственников или в присутствии какого-то фармакологического средства, или как максимум не уходить слишком далеко, потому что у него есть впечатление, что он умрет, задохнется, упадет или что-то с ним случится. Ему обязательно нужна помощь. Это агорофобия. Либо разные социофобические проявления, что случится, если он попадет в публичное место, если люди будут с ним взаимодействовать, что о нем подумают, что о нем скажут. Всевозможные социологические страхи, обсессивно-компульсивные расстройства, когда человек постоянно навязчиво о чем-то думает, о том, что он что-то сделает собой, причинит какой-то вред людям или себе, потеряет над собой контроль или даже сойдет с ума. В эту же рубрику относятся навязчивые ритуалы, когда человек начинает перебирать в голове всевозможные варианты. Нужно передвинуть, переставить, перепроверить, зайти обратно, войти, переставить чашку, переставить машину, проверить дверь, проверить газ, несколько раз повторить одно и то же действие, чтобы снять напряжение. Если все это вас интересует, и вы попали по адресу, вы нашли самый современный интегративный портал по психологии, психотерапии, именно этих расстройств. И называются они никак не ВСД, а называются это тревожно-фобические расстройства невротического уровня. Меня зовут Алексей, я не занимаюсь медициной. Моя концепция – психологическая концепция невроза. В чем отличие? Отличие в том, что нету психофармакотерапии. На этом портале вы не найдете ни одной рубрики, ни одной рекомендации по таблеткам, транквилизаторам, антидепрессантам. Об этом поговорим немножко попозже, и вы увидите видео лекции о фармакоподдержке в разделе «Видео лекции». Главная задача этого портала – это информирование вас о том, что многое время оставалось за кадром российской медицины, и как появился диагноз вегет-засудистой дистонии, что почему никто не мог найти лечение этого недуга. Здесь вы найдете все возможные ответы на тему ВСД, панических атак, что делать, как справляться. Но поверьте, весь мир давно знает, что паническое расстройство, обсессивно-компульсивное, агорофобия, навязчивые мысли, ритуалы поддаются коррекции, люди налаживают свою жизнь и живут замечательно. Просто нужно этим заниматься. И еще хотелось бы вам сказать, что неврозы и невротические расстройства сопровождают всевозможные телесные явления. Это не явление болезни, потому что вы наверняка ходили в разных клиниках, бывали, и разные врачи вам не могли поставить точного диагноза, потому что у вас то болела голова, то кружится, то кажется, что потеряете сознание, повышается давление, сердце стучит и выпрыгивает, какие-то перебои, спазмы в желудке, иногда даже рвота, тошнота, бурлит кишечник, иногда страх произвести несанкционированную дефекацию в общественных местах и не удержать в себе продукты жизнедеятельности. Всевозможные мысли лезут в голову, всевозможные ритуалы. Все это и есть невротические жалобы, где врачи не находят органической патологии. Прежде чем пользоваться информацией, которую вы найдете, вы должны пройти обязательно медицинское обследование. У вас должно быть на руках заключение о том, что ничего серьезного у вас нет. Это первый принцип дифференциальной диагностики любого невроза. Вы должны быть уверены в отсутствии органической патологии по классу неврологии, по классу кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, аллергологии, гинекологии и каждого класса врача, врачебной практике. Это и есть невроз, когда нет органической патологии. Что еще бы хотел вам сказать по поводу содержания сайта? Посмотрите на верхнее меню. В нем вы видите биографию. Обязательно посмотрите этот раздел. В нем вы найдете не только часовой рассказ обо мне, начиная с моего детства, заканчивая, почему я пришел в эту профессию. Многие интересовались этим. Я решил снять такую небольшую исповедь. Посмотрите это видео, кому интересно, потому что там я расскажу о том, как я пришел в психотерапию через собственный невроз, через собственные панические атаки, кардиофобию. Поверьте, в 2006 году я испытывал очень часто паническую атаку. Я был уверен, что у меня что-то с сердцем, что я умру, мне было очень тяжело работать, мне пришлось уволиться. Это был 2006 год. На момент съемки этого видео, 2013, посчитайте, сколько времени, у меня не было ни одной панической атаки с 2006 года. Я уверен, что она не повторится. Но все мы люди живые, слава богу, и вегетативная система не работает только у покойника. Поэтому я научу вас правильно интерпретировать всевозможные телесные состояния, не доводя их до паники и правильно понимая, что с вами происходит. В разделе биографии также собраны документы о том, где я учился, о том, чем я занимался, чтобы ни у кого не было всевозможных интерпретаций на эту тему, потому что в интернете гуляет много шуток на эту тему. Вот, пожалуйста, документы я вам предоставил. По поводу налогов то же самое. Товарищи налоговой инспекции, можно спать спокойно. ИП Красиков Алексей Юрьевич, упрощенная система налогообложения, вся информация есть в разделе оплаты. Значит, документы, сказал, да, мероприятие, раздел ближайший, здесь вы найдете список ближайших анонсов, это будут вебинары, лекции, встречи, конференции, это, так скажем, новостной блок, да, ближайшие мероприятия, чтобы вы могли планировать свое время. А видео лекции, это блоки, видеоматериалы абсолютно бесплатные, это нарезки с вебинаров, это видео лекции, обязательно посмотрите все видео лекции, кто только попал на этот сайт. Вы увидите все, что вам необходимо по вегет, сосудистой дистонии, панической атаки. Благодаря этим лекциям, а их просмотрело уже больше полумиллиона человек, вы точно поймете, что с вами происходит. И многие мне писали о том, что благодаря только видео лекциям их жизнь уже наладилась. И я уверен, что вы будете один из этих полумиллионов. Значит, дальше раздел клиенту, это самый информационный раздел, тут содержатся видеокниги, простите, аудиокниги, печатные книги в PDF-формате. Здесь содержится договор между клиентом и психотерапевтом. Это очень важно по сеттингу, чтобы вы понимали, на каких условиях вы занимаетесь, что такое психотерапия, что клиент может и что может психотерапевт. В нем раскрываются принципы психотерапии. Главный из них это принцип конфиденциальности, то есть вся информация, которая раскрывается психотерапевту строго конфиденциально, никогда не упоминается имена клиентов, какая-то личная информация без на то согласия самого клиента. Значит, раздел услуги, это перечень услуг, которыми я занимаюсь, это личное консультирование в разных форматах, это групповое консультирование, это семейное консультирование, это проведение онлайн-семинаров, это онлайн-конференции, это выездные семинары в разные города и бизнес-центры, то есть мой спектр деятельности в области неврозологии, в области неврозы достаточно широк. Раздел оплата, это современная интеграция, где вы используете карточки пластиковые, либо находите реквизиты, все официально, через расчетный счет, и раздел коллегии, это наши партнеры. И, наверное, что бы хотел вам еще сказать в приветственном ролике. Многие думают, что если они обратились к психологу, или психотерапевту, или психоаналитику по вопросам вегет-сосудистой дистонии, панических атак, агорофобии, амсинокомпульсивного расстройства, то или у них лезут в голову какие-то мысли страшные, что я сойду с ума, что у меня какие-то навязчивые ритуалы, что люди думают, что они априори больные. Дорогие мои, это не так. По-настоящему сумасшедший человек, имеющий патологическую проблему, никогда не посетит этот сайт и не начнет говорить, что у него шизофрения. Ну, представьте себе человека, который считает себя Наполеоном, да, или Маргарет Тэтчер, и он звонит психотерапевту, говорит, здравствуйте, меня зовут Василий, по-моему, у меня шизофрения, потому что я считаю себя Наполеоном. Ну, понимаешь, что это невозможно, потому что человек, который так считает и который действительно имеет патологию, этого не осознает. Он никогда не тестирует того, что с ним происходит. Поэтому то, что вы боитесь этого, говорит о том, что, скорее всего, это невротический уровень, это просто тревога, что я боюсь, что это случится. Не бойтесь заниматься психотерапией, это современно. Это не говорит о том, что вы больной человек или о том, что вы имеете какую-то патологию. Вовсе нет. Если бы у вас была какая-то серьезная патология, ни один человек с шизофренией не позвонит и скажет, что он боится стать Наполеоном. Это невозможно. Поэтому в современном мире, в Средневных Штатах, в Европе, психотерапия – это одна из самых развитых индустрий помощи населению. А теперь немножко коротко про фармакологию. Мировая практика, и моя практика, она насчитывает свыше 4000 часов, еще раз подтверждает то, что на самом деле нет комбинации препаратов или чудного лекарства, чудного секрета, которые помогли бы человеку решить вопрос невроза. Если бы это было так, то мы бы давно об этом забыли, профессия бы наша, давно бы умерла. Фармакология в психиатрии признана снимать какие-то действительно реально тяжелые телесные симптомы, облегчая состояние клиента на какое-то время. Но затем обязательно прохождение психотерапии в разных модальностях или комбинации этих модальностей, без психотерапевтического вмешательства, без работы над собой, никогда у человека не получится решить вопрос невроза. Какие бы препараты вы не применяли, либо вам придется применять их всю оставшуюся жизнь. Поэтому я вас призываю, если вы применяете антидепрессанты, фармакологию, которую вам прописал врач, вы должны четко понимать, что это костыль и поддержка на какое-то время. Обязательно психотерапия и решение, и поиск той самой проблематики, которая привела вас к такому состоянию. Это не телесная проблема, это прежде всего проблема психологии. О том, какие методы выбрать, о том, как эти методы понимают невроз, вы увидите на этом сайте. Я желаю вам успехов, я желаю вам стойкости, потому что если... Мне часто задают вопрос, кому помогает, кому не помогает. Я занималась год, я занималась полгода. Послушайте, пожалуйста, вот ценные слова, которые я вам хочу сказать. Психотерапия – это не стоматология. Понимать психотерапевтический процесс, как вы пришли, плюхнулись на кресло, сказали, лечите меня, так не пойдет. Психотерапия невроза – это прежде всего работа над самим собой. Психотерапевт и психолог может показать вам причинно-следственную связь, может показать вам, что является противоречием, может научить вас рационально мыслить, может помочь вам переосмыслить какие-то жизненные ситуации. Иным словом, он может только помогать, подсказывать, направлять, поддерживать, давать рекомендации относительно упражнений поведенческих. Но основную работу должны делать вы. Без этого психотерапия будет неэффективна. Вы можете обсуждать свои симптомы на форумах, вы можете обсуждать свои симптомы с друзьями, с психологом годами. Но если вы не будете делать упражнения, если вы не будете выполнять когнитивные упражнения с таблицами, если вы не будете анализировать и работать над собой, то никакая психотерапия не будет эффективной. Здесь разделяются люди на тех, кому помогает, и тех, кому нет. Если вы будете верить в то, что у вас есть какая-то неизлечимая болезнь, если вы будете сопротивляться, если вы будете придумывать всевозможные предлоги, чтобы не начинать работать над своим характером, над своим поведением, к сожалению, прогноз будет достаточно пессимистичный. За 4000 часов работы с клиентами я уже научился формировать портрет клиента, и можно заранее сказать, кто быстрее справится, кто медленнее. Все зависит от вашего характера, от вашей настойчивости, от вашего мужества, от вашего желания, а не от ваших слов, что я хочу. От того, что вы хотите, ничего не произойдет. Только благодаря упражнениям и вашим действиям вы справитесь. Неврозы, даже медицинская классификация, называются обратимыми, но обратить назад их сможете только вы, благодаря вашим действиям и той совместной работе, которую я вам предлагаю. Смотрите видео лекции, смотрите тот продукт, который получилось сделать дистанционно. Я очень им горжусь. Будьте здоровыми. Все вопросы можно задать в форме «Задай вопрос» или записаться на консультацию. Записывайтесь, звоните. Я с радостью вам помогу, подскажу, но прежде всего используйте ту информацию, которую вы найдете на сайте. Спасибо. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok